Здравствуйте, дорогие друзья! Наше путешествие по недельным главам Ти-Лим продолжается. 20-й Псалом. Выдающийся Псалом. Мудрецы говорят, что это один из самых особых. Мы его читаем в утренней молитве постоянно. А если он вставлен в утреннюю молитву, значит важно в мире, чтобы он повторялся ежедневно. Написано, он снимает суды, которые возникают над нами, над всеми наверху. Убирает перегородку между нами и небом. Поэтому, когда чувствуешь, что что-то в жизни идет не так, что-то такое небо тебе не помогает, немедленно читает этот Псалом. Написано, что этот Ти-Лим читают за друга или родственника, который болен, для того, чтобы ему помочь. Читаешь Псалом, потом читаешь этого человека, и вот происходит такое. Вообще, спасение и в большом, и в малом зависит не от физической силы, а от молитвы, говорит этот Псалом. Поэтому, если человек желает помочь находящимся в беде, он и читает с мыслью о них этот Псалом. Ученик Аризаля, был такой каббалист 16 века, Раф Нафтали Бахрах, пишет, что при тяжелых родах следует немедленно читать 70 раз Псалом, 20-й Псалом, и они завершатся благополучно. Также советуют и Раф Рискак Губерман. Еще одно старинное есть про этот Псалом. Надо взять немножко розового масла, немножко соли, немножко воды, смешать, немножко совсем. 20 раз читается этот Псалом, а потом мажешь себе там руки, там лицо, немножко снимаются очень многие болезни. Они уходят. В этом Псаломе 308 слов, букв и 70 слов. И 308 это хаш, а 70 количество слов маль. Хаш и маль получается вместе. Ну, сейчас это привыкают, что это электрично, на самом деле хаш-маль это имя ангела, ангела, который отвечает за духовный свет. Поэтому это невероятный Псалом, который как бы помогает нам пробиваться к этому духовному свету, или ему к нам. Если тревога у человека, пишут древние источники, сразу читай этот Псалом. Он снимает тревогу, снимает с души как бы груз такой. Рекомендовано, чтобы мужчина беременной женщины, чтобы отвыки, если она сама сегодня может, читала постоянно все роды, всю беременность этот Псалом. Ари. Ари Зага редко вообще толковал Псалом. Он написал, что для Балшува, а мы все Балшува люди возвращающие, для него этот Псалом очень важно, чтобы ослаблять в противоположную сторону, которая безусловно борется за него. Для победы в суде написано, что надо прочитать 20 Псалом 7 раз и идти в суд. Обратите внимание, что в те дни, когда они говорят покаянную молитву, таханут, после молитвы произносят 20 главу. Значит, это как-то уравновешивается, об этом тоже стоит подумать. Женщины во время родов, я уже говорил, если малейшие сложности природов, читают 20 Псалом. Существует вообще несколько вариантов чтения Псалмов, но надо не останавливаться, читать и как только видеть. Заар, книга Заар, книга Кабалы. Значит, пишет, что Псалом связан вообще с песней роженицы, так называемой. Это 70 слов этого Псалма соответствует 70 крикам роженицы, на 70-м она рожает. Это очень и очень мистический Псалом. Кроме того, состоит из 9 псухим, без вступительного стиха 9, каждый отвечающий за 9 месяцев беременности, и поэтому напрямую этот Псалом связан с хорошей, чтобы все было нормально с беременностью. Есть гулоты специальные, причем каждый раз написано, что Рабанит, вот Каневская, например, что этот Псалом нужно читать 20 раз, говорит. А другие люди говорят, что каждый день надо читать, но в любом случае так оно и есть. Еще этот Псалом, говорят, ну Псалом дружбы такой, его следует читать за друзей, единомышленников, наставников, когда нужна поддержка, помощь в сложных ситуациях болезни. Что еще есть про этот Псалом? Во время, так сказать, военных действий читают этот Псалом, тоже написано, потому что там есть такие слова, что одни конями, там и всеми, а мы силой духа сильны. Для укрепления духа, для поиска, выхода из сложной ситуации читается этот Псалом. Он написан вообще приносит пользу тем, кто пребывает в отчаянии или как-то чувствует себя не очень. Написано еще в Каббале, что этот Псалом, если прочитать 12 раз перед тем, как просить деньги взайми, то отказа обычно нет. Он помогает от колдовства, опять-таки, потому что связано с тем, что он полагает, вы полагаетесь на колесницы, на коней, а мы на слово Бога. Это большая охрана в дороге, надо обязательно перед выходом в дорогу читать этот стих. И читает, когда попадаешь в трудное положение, не может зарешить ситуацию, просит от духовной помощи и так далее. Но это только поверхностно, этот великий Псалом. Брахава от Слаха.